Девушки отдыхают И когда начнем, неизвестно Все это приходится ждать Теперь, однако, уже с винтовкой в руках И с отпущенной шашкой И я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины Которая собирала французские пули Как мы собирали грибы и чернику Пиши мне в первую действующую армию В мой полк Эскадрон Ее Величества Письма, оказывается, доходят очень и очень аккуратно Целую тебя, моя дорогая Анечка Твой Коля Из письма поэта Николая Гумилева Своей супруге Анне Ахматовой 10 октября 1914 года Он воевал в этих краях Немного, но тем не менее Вот тоже, да? Человек имеет, говоря сегодняшним языком Белый билет И добровольцем идет действующая армия Уезжает на фронт Более того, берет платные уроки Чтобы научились стрелять из винтовки Владеть шашкой У него эти проблемы были со зрением Тем не менее Для человека ведь, знаешь, как патриотизм На тот момент было не пустое слово Вся Россия кинулась, воевает германцам Эйфория была жуткая Эйфория была такая, что Многие известные деятели литературы Например, литераторы-публицисты Добровольницы описывались в армию Они хотели писать Они хотели рассказывать о наших победах Мирозович Данченко был военным корреспондентом Гумитов Кто еще? Да, многие художники рисовали плакаты Например, Восемцовы рисовали плакаты Которые, опять же, печатались миллионными тиражами Казимир Малиничный рисовал замечательные плакаты Там шел австрийец Брадзивилл Это город, который мы броняли Оторвался на Бабьевиллу Немецкие агитки того периода Мало чем отличались от русских Шпиономания, особенно в первые годы войны Здесь была жуткая Тем более, что Круссия первая приняла в себя удар Вот этих варфорских хорд Как они тогда говорили Потому что я видел открытки В почтовые немецкие На одной, например, написано Русский штаб-гарнист Нарисован казак в шапке Который, конечно же, пьет из горла В общем-то, то есть, как бы вот такое То есть, эта тема русскоязычной пьяницы Она, конечно, очень сильно используется В степенской пропаганде А на другой, там, злые немецкие Злые русские казаки Вторгаются в добрый, мирный немецкий город Казаки Сейчас мы их назвали лицами Кавказской национальности Прошу На военные темы Было выпущено в 2014 году Около 600 наименований Тиражом каждое 11 миллионов экземпляров Представьте, как они засевали вообще То есть, как как-то Потому что очень трудно объяснить человеку Почему он, без того ничего, должен убить Вот какого-то другого человека Который сидит там Появилось даже такое выражение Барабанные пьесы То есть, они шли как раз вот в первый период войны На всех театрах всей России Они были очень простые Они были очень примитивны Вот И, на тем не менее, они, значит Были такие полны ура-патриотизма Где немец плохой Объясняли, что немец плохой Что немцев надо убивать Что немец жестокий То есть, формировался Такой какой-то странный образ врага Вот Он был настолько странный Что, например, брошюра Изданная во Франции Некий биолог Эдмонд Байон Да, такой Эдмонд Байон Такой биолог в 14-м году Вывозил брошюру Которая была приведена Размноженно в России В этой брошюре Серьезным видом Серьезным какой-то биолог Доказывал Что немцы Производят больше Пардонус и калий Журнал «Огонек» Это того времени Кстати, вот Возвращение на наших казаков Из пределов Восточной Пруссии Журнал «Военного времени» Это журнал «Нива» Это вот 15-го года Издавался бюллетень Погибших Нижних чинов Правда, там не было Обозначены полки Но были Губернии, с которых Они призывались Николай Гумилев Из записок кавалериста И вечер этого дня Ясный, нежный вечер Я впервые услышал За редким перелеском Нарастающий гул «Ура!» С которым был взят Владиславов Агнезарная птица Победы в этот день Слегка коснулась Своим огромным крылом И меня На другой день Мы вошли в разрушенный город От которого Медленно отходили немцы Хлюпая в черной Липкой грязи Мы подошли к реке Границы Между государствами По трясущемуся Наспех сделанному Понтонному мосту Наш взвод Перешел реку Мы были В Германии Эти записки В течение всего 1915 года Публиковали Петербургские Биржевые ведомости Сам Гумилев Оказался на территории Восточной Паруси Уже во время Второй Осенней кампании К тому времени Наша армия Успела победить немцев Под Гумбинином Нынешним Гусевым И потерпеть поражение Под Таненбергом Потеряв по совокупности Более 100 тысяч убитыми Несогласованность действий Командующих армиями Спешка В желании Помочь союзникам Неумение Оперативно Управлять войсками Появили катастрофе Вторая армия Под командованием Самсонова Попала в окружение И фактически Была уничтожена Сам генерал Покончил жизнь Самоубийством Пустив себе Пулю в лоб Второй виновник Поражения наших войск Восточной Пруссии Командующий войсками Первой армии Павел Георг Карлович После расследования Специальной комиссии Всех обстоятельств Военной компании Был отправлен в отставку Как сказано в приказе С мундиром И пенсией К слову После Октябрьской революции Павел Карлович Сбежал в Таганрог Где скрывался Под чужой фамилией Но был вычислен Органами ЧК И в марте 18-го года Расстрелян Перед казнью За отказ служить В Красной армии Большевики Выколали Ренинкамфу глаза Многие из тех героев Которые тогда были героями Российскими Стали антигероями Например Казьма Крючков Который здесь Переправлялся через небо Вместе с четырьмя товарищами Это казак Донской казак Убил 27 немецких драгонов Он был настолько популярен Вообще в качестве героя В России Именно Что выпускались листовки Выпускались листовки Миллионными тиражами На которых Казьма Крючков Совершал свои подвиги Его именем были названы Папиросы Его именем был назван Пароход Его именем был назван Один из самолетов Вот Илья Морин Сказана Крючков Брошюры выходили О его подвигах Вот Одиннадцатимиллионным тиражом Да И часто Подвиги Крючкова В этих брошюрах Преувеличивались Например Уже Где-то в сентябре 2015 года В одной из брошюр Он уже не просто Убил 27 немецких драгонов А сбил копьем Немецкий аэроплан Который это Тонсфекировал Казак войска Донского Казьма Крючков Во время Первой мировой войны Был первым награжденным Георгиевским крестом За уничтожение в бою Одиннадцати немцев Сам он описывал тот бой Следующим образом Я и четверо моих товарищей Наткнулись на немецкий разъезд 27 человек Сперва немцы испугались Но потом полезли на нас Однако мы Их встретили стойко И уложили несколько человек Увертываясь от нападения Нам пришлось разъединиться Меня окружили Одиннадцать человек Нечая быть живым Я решил дорого Продать свою жизнь Хотел было пустить В ход винтовку Но в торопях Патрон заскочил А в это время немец рубанул Меня по пальцам руки И я бросил винтовку Схватился за шашку И начал работать Получил несколько мелких ран За каждую рану Отвечаю смертельным ударом От которого немец Ложится пластом навеки Уложив несколько человек Я почувствовал Что с шашкой Трудно работать А потом схватил Их же пику И ею по одиночке Уложил остальных В это время Мои товарищи Справились с другими На земле лежали Двадцать четыре трупа Товарищи мои Получили легкие раны Я тоже получил Шестнадцать ран Но все пустых Так уколы в спину Шею в руку Лошадка моя Тоже получила Одиннадцать ран Первого августа Командующий армией Генерал Ленинкамп Снял с себя Георгиевскую ленточку Приколол мне на грудь И поздравил С первым Георгиевским крестом После Восемнадцатого года Ключков Который имел Там Всех Все ордена Георгия Святого Георгия Который получил За свою храбрость За свою отвагу Там Повышение званий Он стал под хорошим После революции Он стал воевать За белых казаков На данном И погиб в девятнадцатом году Из письма Николая Гумилева Михаилу Лозинскому Первое ноября Тысяча девятьсот четырнадцатого года Пишу тебе уже ветераном Много раз побывавшим В разведках Много раз обстрелянным И теперь отдыхающим В зловонной Ковенской чайной Все, что ты читал О боях под Владиславовом И о последующем наступлении Я видел своими глазами И во всем принимал Посильное участие Дежурил в обстреливаемом Владиславове Ходил в атаку Мерз в сторожевом охранении Ночью срывался с места Заслышав ворчание Подкравшегося пулемета И опивался сливками Объедался курятиной Гусятиной Свининой Будучи дозорным Преследованием отряда По Германии В общем, я могу сказать Что это лучшее время Моей жизни В декабре 2014 года Уже правительство Официальным своим распоряжением Отказывается От печатания губков То есть она прекращает Их по публикации Потому что уже пошла Обратная реакция На барабанные пьесы Все перестали ходить Потому что пошли Раненые с фронта Пошли письма И люди, которые думали Что мы сейчас наваляем Этим смешным немцем Этим дурацким Шапочком с шаками Вдруг начали понимать Что сейчас, во-первых, не наваляем Во-вторых, немец далеко не дурак А в-третьих, что немец такой же человек Была такая очень странная Такая ситуация Когда, например В рамках информационной войны Немецкие офицеры Говорили своим солдатам О том, что русские добивают раненых И в плену просто вообще ужасные условия Что часто не соответствовало действительности Что русские не добивали раненых Более того, русские Особенно вот это касается офицерского корпуса Воспитанные в каких-то своих там Представлениях В своем благородстве Часто играли в рыцарство Например, история с комендантом Лебавой Вот, ну, Лейпай Отсюда недалеко, да То есть они сбили какой-то цепелин Цепелин, дирижабль Который там все обстреливал бомбил Там приземлился Команда его осталась цела И что делает русский комендант Любавой Там, некий майор Фурсин, по-моему Как-то так, генерал-майор Фурсин Вот, он приглашает их себе на обед То есть они только что бомбили Они только что могли его убить Но, тем не менее, русский офицер Приглашает их себе на обед Правда, этот его красивый жест Не получил одобрения Он был за это наказан Потому что указали Что все-таки, знаете, как-то враги Давайте все-таки война Поэтому давайте как-то без обеда Скажите, пожалуйста А вот то, что касается вооружения Насколько наша армия Отличалась или не отличалась От немецкой Ну, к началу военной кампании 14-го года Ну, я, в общем-то, в принципе Читал Сейчас не вспомню, у кого Но было сказано, что Русская армия По вооружению организации Была одной из самых лучших армий В Европе Авиации, в общем-то, в принципе У нас даже было больше, чем В составе 8-й армии Другое дело, что авиация была такая Что Жаловались, что Не могли И вылететь Иной раз Больше Ремонтировались Самолеты А немцы довольно Активно Использовали Эту Авиацию Они Мне кажется, вот благодаря Именно Разведке Они, в общем-то, и Сумели Окружить Вторую Русскую армию Николай Гумилев Из записок Кавалериста Помню, был свежий солнечный день Когда мы подходили К границе Восточной Пруссии Я участвовал в разъезде Посланном, чтобы найти Генерала М К отряду которого Мы должны были присоединиться Он был на линии боя Но где протянулась Эта линия Мы точно не знали Так же легко Как на своих Мы могли выехать На германцев Уже совсем близко Словно большие Кузнечные молоты Гремели германские пушки И наши Залпами ревели им в ответ Где-то Убедительно Быстро На своем Ребячьем И страшном языке Пулемет Лепетал непонятное Неприятельский Аэроплан Как ястреб Над спрятавшейся В траве перепелкой Постоял Над нашим Разъездом И стал Медленно Спускаться К югу Я увидел В бинокль Его черный крест Этот день Навсегда останется Священным В моей памяти Во-первых Это был Очень мощный Технический прогресс Со всех сторон Посмотрите С каких аэропланов Они начинали Для чего Применялись аэропланы А в конце войны Аэропланы превратились Уже в истребителей Маленьких серебрых серий В бомбардировщиков То есть которые Могли пересекать Ламаш Могли доставать Например Ригу И еще что-то такое Появился автомат Появились танки Огнемет Конечно Огнемет Которое Ужасное оружие Которое Появилось То есть психология Изменилась очень сильно И в вооружении тоже И в манере Ведения войны Ведь были скрик Собственно говоря Вырос из Первой мировой войны Там много чего Вырос из Первой мировой войны То есть там Радио применялось Там Оно открыто было Не так давно В 1907 По-моему Ну где-то там Вот тем не менее Оно уже там применялось Уже применялся Там телеграф Уже применялся Не знаю Там очень мощный Технический прогресс В военно-морском флоте Там подводные лодки Которые стали массово Использоваться Да много чего Оттуда выросло Мир перекроился полностью Эта война Прозванная в народе Второй Отечественной А также Великой войной Послужила прологом Величайших катаклизмов В истории человечества Нацизм Большевизм ГУЛАГ Освенцем Хиросима Все ужасы 20 века Породила Первая мировая Но главное Она изменила человека Она поменяла его психологию Миллионы погибших Стали восприниматься Не как трагедия народов И даже не как информация К размышлению Но как безликая статистика И простой набор цифр Вопрос, который задаешь Надо смотреть С точки зрения Каждого отдельного человека Вот это вот Казьма Крючков Который погиб в 19-м Он выиграл Или проиграл Во время войны Человек, который В 14-м ушел В 19-м погиб Не видел ни семьи Ни дома Стал героем Прошел испытания С Славой Представляешь Папиросы Казьма Крючков Которым была усеяна Вся Россия Они были очень популярны Это было очень Патриотично Именно эти сигареты Вот он проиграл Проиграли миллионы Проиграло 10 миллионов человек Которые погибли Проиграли люди Которые не вернулись домой Которые были в плену Проиграли их семьи Если смотреть Там с позиции Каждого конкретного человека А так Знаешь Четыре империи развалились Австро-Ленгрия Германия Османская Российская Все Мир изменился Мир стал другим Из Первой мировой войны Вырос фашизм Национальный социализм Вырос исключительно На базе Первой мировой войны Которые претерпели немцы И Фрейдер Гитлер Который был героем Который реально воевал Который имел там Железный крест Ас Геринг Да То есть Это же ас Известный летчик Первой мировой войны Вспомните Муссолини Который пришел к власти Который также был Участвовал В Первой мировой войне Многие люди вышли оттуда Вынесли оттуда психологию Вынесли оттуда Понимание свое Об оскорблении Унижение О величии нации И появилась идея Мне иногда Так кажется Ну так вот Подумаешь Все-таки зря Германия И Россия Оказались По противоположной стороне Баррикады Все-таки что-то есть Между нами Да конечно Ну вот Ну если уж Говорить о таких Самых злейших Недругах России Это конечно Британская империя А Россия и Пруссия Ну Ну что же вы тут Говорите В принципе По обе стороны Друг против друга Воевали Потомки Королевы Луисы В общем-то Война Да Была забыта Но Когда Встал вопрос О необходимости Поднятия Патриотического Духа Были вспомнены Это и Дмитрий Донской И Кутузов И Суворов И Александр Невский Фильм Совсем известный И вот Частично Из русской армии Были взяты Униформы Появились Кителя Со стоечным Воротником Гимнастерки Со стойкой Погоны На погонах Естественно Звездочки Так что В принципе Все-таки Как-то Вспомнили Немножко Первую мировую войну Но Первая мировая война Была В общем-то В принципе Она везде Звучала Как империалистическая Это Это И вредная Для Трудящихся Масс Будем так Говорить Та страна Клинки Отступающего Врага Стихотворение Наступления Николай Гумилев Посвятил боям Восточной Пруссии Поэт Проиграл Эту войну В августе 1921 года Георгиевский Кавалер И верный сын Отчизны Николай Гумилев Был расстрелян Петроградским Губчика Продолжение следует Продолжение следует